Меня зовут Дмитрий Батов, я Product Manager компании AYAG. Хотел бы вам сегодня рассказать, сделать обзорную презентацию по модельному ряду сплит-систем, полупромышленных систем, мультисплит-систем MDV 2020 года. Рассказать про преимущества, которые присутствуют в модельном ряду в моделях MDV. Рассказать, какие выгоды они дают покупателям, монтажникам и так далее, как продавцам. И презентовать еще несколько моментов, которые будут, возможно, вам интересны. Итак, начнем с настенных сплит-систем MDV. Сразу скажу, если у вас будут вопросы, вы можете их сразу задавать в чат. По возможности я буду прямо во время презентации на них отвечать, если они будут не очень длинными. Если у вас будут достаточно длинные вопросы, соответственно, я вам дам ответ чуть позже, может быть, после окончания этого вебинара. Итак, по модельному ряду сплит-системы MDV on-off серии. Значит, у нас представлено три различных серии. Forrest on-off с 7 до 24 кБТУ, Aurora on-off с 7 до 36 кБТУ и Aurora on-off design с 7 до 12 кБТУ. По инверторным моделям у нас представлены практически те же самые серии. Это Forrest inverter с 7 до 24 кБТУ. В этом году у нас появилась седьмая модель, которая долгое время отсутствовала. Поэтому Forrest имеет теперь более широкий модельный ряд. У нас также представлено Aurora inverter. Aurora design с цветными панелями инверторной модели, тоже новинка этого года на 9,12 кБТУ. И у нас представлена флагманская модель OP ERP inverter на 9,12 кБТУ. Итак, хочу построить презентацию таким образом, что буду вам делать акценты на основных преимуществах, которые дают сплит-системы MDV и какие выгоды они дают для покупателей и так далее, для продавцов. И на конечной стадии при описании каждой серии я вам дам общее количество аргументов. Долго на них останавливаться не будем, просто чтобы вы видели, сколько аргументов дает MDV и сколькими аргументами вы можете пользоваться. Итак, прежде всего начнем с серии Forrest. Унов, как я сказал, от 7 до 24 кБТУ. Это наша основная, самая базовая серия. Тем не менее, несмотря на то, что это базовая серия, это у нас класс А, за исключением самой высокой 24 модели, там у нас класс С. У нас на эту серию гарантия 3 года. Эта серия обладает модельным рядом от 2,2 до 7 кВт. И базовые, так сказать, преимущества серии – это температурная компенсация или защита от простуды, это функция FollowMe, это отслеживание температуры в районе человека, и это возможность подключить опциональный Wi-Fi. Эти базовые функции, они просто для небольшого деления, для линеек. В целом могу сказать, что все линейки MDV оснащены достаточно широким набором базовых функций, о которых я, в общем-то, расскажу, да. Значит, по поводу вопроса, но на 28-ю модель старт-стопную. У нас есть 30-я модель, поэтому 28-й, скорее всего, не будет. Будет вот только 30-я модель в Авроре. 28-й в Forest, к сожалению, не планируется. Итак, к преимуществам серии Forest. Прежде всего, хочу рассказать о функции FollowMe. Я думаю, что вы с ней все хорошо знакомы. Значит, эта функция позволяет отслеживать температуру в районе нахождения человека в помещении. То есть в пульте встроен термодатчик, который передает сигналы на кондиционер, и он начинает отслеживать температуру именно там, где находится человек. Таким образом, вы можете увидеть, что если мы не пользуемся этой функцией, то в районе местонахождения человека у нас будет 20 градусов, то есть кондиционер переохладит помещение. Если пользуемся пультом с функцией FollowMe, правая картинка, то, соответственно, в месте нахождения человека будет комфортная, выставленная с пульта температура. Какие выгоды это дает покупателям? Это прежде всего отсутствие простуды. Это комфортный микроклимат в месте нахождения человека. И это экономия электроэнергии. Зачем я выделяю отдельно выгоды покупателя? То есть почему не просто перечислить аргументы? Естественно, все аргументы должны какое-то приложение иметь. И если вы просто назовете покупателю преимущество, он может просто не понять, зачем оно ему нужно. Соответственно, для того, чтобы выявить потребность покупателя, естественно, сначала нужно с ним поговорить и презентовать затем ему такую функцию, как, например, FollowMe. Далее. Функция температурной конденсации или функция защиты от простуды. Значит, эта функция, скорее всего, тоже с ней хорошо знакома. Она позволяет кондиционеру в автоматическом режиме отслеживать температуру, разницу температур под потолком помещения и в районе нахождения человека. То есть она учитывает температурное расслоение воздуха в помещении в зависимости от температуры. Снизу всегда более холодный воздух, сверху всегда более теплый. Соответственно, эта функция в автоматическом режиме контролирует температуру, знает, что внизу всегда немного холоднее, и поэтому прекращает кондиционер охлаждать помещение, когда у него в районе местонахождения кондиционера достигается температура, например, 24 при выставленных с пульта 22, потому что понимает, что на уровне человека температура 22 градуса, она уже достигнута. Почему вот эти функции, функция температурной компенсации и функция follow me, они идут последовательно? Потому что они на самом деле работают, ну, можно сказать, вместе, дополняя друг друга. Функция температурной компенсации, она работает всегда. Соответственно, кондиционер всегда знает, что необходимо учитывать какую-то температурную дельту. Если же человеку все равно по каким-то причинам некомфортно, то он всегда может включить функцию follow me. Она заменит время на параметры, получаемые с температурного датчика кондиционера, на параметры, получаемые с температурного датчика в пульте. Таким образом, человек имеет вот такие вот две функции, которые всегда обеспечивают ему комфортный микроклимат. Сочетание этих функций, оно на самом деле представлено далеко не во всех кондиционерах, поэтому важно рассказать об этих двух функциях сразу, не переходя к другим функциям. Картинка, которая иллюстрирует чуть-чуть лучше, как именно выглядит работа функции температурной компенсации на ваших экранах сейчас. То есть на уровне кондиционера будет плюс 22. Если мы выставляем с пульта 20, соответственно, на зоне нахождения человека будет также плюс 20. При работе функции температурной компенсации противовес. Если функция не работает или ее вообще нет в кондиционере, при установленной температуре 20 градусов, на уровне кондиционера достигается температура 20 градусов, а в зоне нахождения человека уже 18. Соответственно, вот такую вот иллюстрацию вы всегда можете показать покупателю для того, чтобы он более четко понял, как работает функция температурной компенсации. Далее. Продвинутая самоочистка внутреннего блока. Сразу хочу добавить, что функции, про которые я рассказываю, так как они представлены практически во всем модельном ряду MDV, то, соответственно, я не буду повторяться в следующих сериях, эти функции заново рассказывать не буду. Просто кратко скажу, что они там присутствуют в общем списке функций. Но учитывайте, что чем дальше мы будем проходить по данной презентации, тем больше функций будет представлено в каждой последующей серии. То есть практически все функции, о которых я говорю сейчас, они будут представлены и в следующих сериях, так что вы можете их вполне распространять и на следующие серии. Итак, продвинутая самоочистка внутреннего блока. Она присутствует во всех настенных спид-системах MDV. Это продвинутая система самоочистки, которая состоится с четырех ступеней. Наверное, следует начать с того, как вообще самоочистка исторически проводилась во всех кондиционерах практически. Это просто слабый режим вентилятора, который включается автоматически после того, как пользователь выключает кондиционер с пульта дистанционного управления. Чем хороша и чем плоха эта функция? Обычные, я имею в виду, самоочистки в обычных кондиционерах. Эта функция позволяет высушить теплообменник, убрать с него лишнюю влагу, чтобы в дальнейшем не было запахов из кондиционера при следующем пуске. Но она, по сути, не очищает теплообменник кондиционера. То есть вся пыль, которая накопилась на нем, она на нем же и остается. То есть фактически мы просто высушиваем теплообменник, ничего более не делая. В противовесу МДВ представлена четырехступенчатая система самоочистки, которая сначала включает режим слабого охлаждения, накапливает конденсат, который вбирает в себя пыль, которая накопилась на теплообменнике. В дальнейшем этот конденсат с помощью режима вентилятора, это уже вторая ступень самоочистки, этот конденсат сбивается в поддон, то есть вся пыль фактически с конденсатом вытекает на улицу. Третья ступень, это через некоторое время включается режим слабого обогрева, то есть кондиционер действительно переключается в другой режим и начинает теплом высушивать теплообменник. Это необходимо для того, чтобы мы, во-первых, высушили теплообменник, во-вторых, убедились, что тепло убило все болезненитворные бактерии, и на теплообменнике ничего не осталось, он полностью чистый. И на последнем четвертом шаге включается режим вентилятора, соответственно, который просто выравнивает температуру теплообменника, внутреннего блока с температурой окружающей среды. Так как это продвинутая система самоочистки, то пользователь должен включать ее с дистанционного пульта управления. Для нее есть специальная кнопка. Самостоятельно эта система самоочистки, она не включается, потому что она достаточно длительное время занимает, это порядка 7-10 минут в зависимости от времени работы кондиционера до этого. Во-вторых, она все-таки переключает кондиционер в другие режимы, чего человек может, например, в данный конкретный момент не хотеть. Тем не менее, если человек осознает, что ему нужно почистить кондиционер, он включает систему самоочистки и получает вот эту полноступенчатую длительную очистку теплообменника кондиционера. Что дает данная функция для покупателя? Это отсутствие риска для здоровья. То есть у нас в кондиционере не заводится всякая бяка, не заводятся бактерии и так далее. У нас на нем не оседает большое количество пыли, которая смывается. То есть мы фактически очищаем не только теплообменник, но и воздух в помещении, забирая из него какую-то часть пыли. Это второе увеличение срока службы системы. То есть чем чище теплообменник, тем лучше себя чувствует холодильный контур, тем на более хороших условиях он работает, тем дольше прослужит, соответственно, кондиционер. И третье – это экономия электроэнергии. Я думаю, что сильно вам не нужно объяснять, почему кондиционер будет работать хуже, если у него загрязнен теплообменник, но для покупателя это может быть не всегда понятно. Поэтому для него, конечно же, это нужно разъяснить. Далее. Продолжая по здоровью и комфорту. У нас в системе Форест в комплекте идет фотокаталитический фильтр тонкой очистки. Это фильтр, который представляет из себя сетку, оснащенную диоксидом титана, напылением диоксида титана. Этот фильтр он в себя убирает формальдегиды, аммиаки, сероводородные соединения и прочие примеси. И этот фильтр, он отличается от обычных фильтров тонкой очистки тем, что он многоразовый. То есть этот фильтр необходимо раз в какое-то количество времени, в зависимости от того, как часто используется кондиционер, необходимо его доставать, помещать на солнце, то есть под прямой ультрафиолет, чтобы произошла фотокаталитическая реакция, и фильтр вновь приобрел свои свойства, которые позволяют ему очищать воздух. Далее. Серии кондиционера серии Форест у нас оснащаются противопылевым фильтром высокой плотности. Точно так же, как и все остальные настенные спецсистемы МДВИДА, фильтр более плотный, он имеет 225 отверстий на 1 квадратный сантиметр и задерживает частицы размером не более полумиллиметра. То есть фильтр высокоэффективный, соответственно, покупателю про это нужно говорить. Нужно говорить о том, что он очищает воздух в помещении в довесок к тому, что он вообще-то предохраняет кондиционер от загрязнения. Поэтому этот фильтр желательно чистить почаще. На нем накапливается чуть больше пыли. Но взамен, соответственно, можно очищать воздух от пыли, от каких-то загрязнений, которые задерживаются на этом высокоэффективном противопылевом фильтре. Для покупателя, соответственно, мы об этом должны сказать, должны ему рассказать, потому что без этого он не поймет, как работает противопылевой фильтр, зачем он вообще нужен. Ну, то есть на бытовом уровне это понятно, но обычно люди не очень сразу осознают, что воздух, проходящий через кондиционер, из него пыль тоже в основном удаляется, что, в общем, очищает воздух в помещении. И к тому же это увеличение срока службы системы, опять же. То есть пыль, она накапливается не на теплообменнике, не налипает там, она накапливается на фильтре, который можно очень легко достать и почистить, помыть. Далее. По здоровью и комфорту, опять же. У нас во всех спецсистемах MDV настенного типа представлен режим комфортного сна. Я думаю, что сильно вдаваться в подробности не нужно. Это специальный режим, который по определенному алгоритму регулирует температуру, позволяет, вернее, кондиционеру самостоятельно регулировать температуру в помещении в зависимости от фаз сна усредненных. То есть кондиционер вы включаете, например, на 24 в режиме охлаждения, он постепенно к утру эту температуру начнет повышать и ближе к концу сна ее понизит, а потом самостоятельно выключится. То есть этот режим, он позволяет создавать комфортные температурные условия в зависимости от фаз сна для человека. Также вкупе, скажем так, чтобы дополнить режим комфортного сна в спецсистемах MDV присутствует, конечно же, возможность отключения дисплея и звуковых сигналов внутреннего блока. Конечно, понятно, зачем нужно. То есть ночью захотелось поменять режим. Можно нажать на кнопочку, заранее отключив дисплей, и звуковые сигналы, и, соответственно, никого не будить, меняя настройки кондиционера, если такая необходимость будет. Для покупателя выгоды достаточно очевидны. Да, это комфортный сон. Можно прямо сказать, это залог хорошего самочувствия и настроения. У человека будет хорошо высыпаться, хорошо работать. У него все в жизни будет отлично. Этому поспособствует кондиционер. И, опять же, это экономия электроэнергии за счет того, что кондиционер во время работы самостоятельно меняет режим работы, температурную ставку, вернее, чуть-чуть экономия электроэнергии. Соответственно, здесь экономия электроэнергии также присутствует. Нискотемпературный комплект для серии Forrestunov. Это у нас опция. Соответственно, она расширяет работу кондиционера в режиме охлаждения. Это такой достаточно знакомый комплект для поставщиков холодильного оборудования. Для покупателей он дает достаточно ощутимую выгоду. Это возможность круглогодичной эксплуатации охлаждения и экономии электроэнергии. Давайте с вами такой легенький, может быть, 30-секундный интерактивчик. Практически всегда спрашиваю, кто знает, зачем еще нужен низкотемпературный комплект, кроме как расширение температурного диапазона при работе на охлаждение. Напишите в чат то, что вы знаете. Пока озвучу версию, которая встречается чаще всего. Чаще всего, когда спрашивают, зачем еще нужен низкотемпературный комплект, кроме как расширение температурного диапазона в режиме охлаждения, мне отвечают, что в состав этого комплекта входит подогреватель картера. И, соответственно, этот подогреватель картера препятствует резкому вскипанию холодогента и выносу масла из компрессора в внутренние блоки в начале работы кондиционера. То есть мы нагреваем масло, из него выпаривается холодогент, масло не вскипает и в виде пены не выносится в холодильный контур. Кто-то говорит, что больше нет никаких преимуществ, кто-то говорит, чтобы компрессор не вышел из строя зимой на холод. Это все верно. Ну, то есть, чтобы компрессор не вышел из строя зимой на холод, это верно, да. Но по факту у низкотемпературного комплекта есть еще одно важное преимущество. Он позволяет кондиционеру сохранять свою производительность. Если за окном плюс 25 или плюс 30 с чем-то, это номинальные температуры, на которые рассчитывается кондиционер. То есть производитель посчитал и говорит, что при температурах условно 30 за окном, там плюс 27 в помещении, наш кондиционер будет выдавать 2,2 киловатта или 2,8 киловатта. Это правильно, это честно, да. То есть по мере снижения температуры за окном, по идее, должно быть проще переносить холод с улицы в помещение. Это верно тоже, но до некого предела. То есть где-то с температурой плюс 15, плюс 17 градусов холодопроизводительность кондиционера начинает падать. И когда за окном становится плюс 10, что в средней полосе России вообще не редкость. То есть даже летом мы такие температуры за окном можем увидеть. То при температуре плюс 10 от холодопроизводительности кондиционера по факту остается половина, 50%. Это если кондиционер не оснащен низкотемпературным комплектом. Если же кондиционер мы оснащаем низкотемпературным комплектом, то он свою производительность 100% сохраняет до температуры минус 5 за окном. То есть в данном случае мы вообще не увидим такого варианта, как мы приобрели кондиционер, сплит-систему, допустим, заказчик хотел немножечко сэкономить и, например, для кафе поставил настенный сплит-систему или для какой-то небольшой серверной поставил сплит-системы, там где-то, где в низких температурах... В общем, поставил серверную, да, где можно эксплуатировать эти кондиционеры в серверную. Вот, значит, летом у него за окном плюс 10 в кафе, вечернее время становится плюс 10, соответственно, людей в кафе меньше не становится, потому что вечер – это как раз пик, да, но мы не говорим про текущее время, то, что сейчас там никто уже не собирается, тем не менее, мы говорим про стандартную ситуацию. Значит, летом плюс 10 за окном, 50% производительности кондиционера, которое для охлаждения забитого кафе уже не хватает, хотя изначально все было рассчитано верно, и на полную загрузку кафе 2, там и 2 киловатта, или 2,8, там несколько кондиционеров, их хватало, по факту их перестанет хватать. И что делает заказчик? Он приходит к тому, кто ему рассчитывал кондиционеры, и говорит, ты плохой человек, ты неправильно рассчитал мне кондиционеры, я из-за тебя теряю клиентов. Соответственно, вот эта ситуация, ее очень просто можно избежать, сразу рассказав человеку, узнав, да, что он, соответственно, планирует, там, для какого-то кафе или еще что-то, сразу ему рассказав, что можно оснастить кондиционер низкотемпературным комплектом, и у вас производительность не будет падать даже при температуре плюс 10 за окном. По поводу вопроса, ведь подогрев картера отключается при включении компрессора. Все верно, подогрев картера включается при включении компрессора, но нам нужно поддерживать температуру картера компрессора на несколько градусов выше, чем температура окружающей среды. За счет этого в масле не остается фреона, который вскипел бы при пуске кондиционера. Таким образом, вот ваше утверждение, что подогрев картера отключается при включении компрессора, оно с моими утверждениями о том, что нужно избежать наличия растворенного фреона в масле, оно никак не вступает в конфликт. То есть да, подогрев картера отключается при включении компрессора, но мы выпариваем колдагент из масла, когда компрессор, соответственно, не работает. При этом на улице должна быть температура ниже некого предела. Это где-то плюс 5. Ниже плюс 5, подогреватель картера уже автоматом включается и начинает свою работу по поддержанию температуры картера компрессора. Соответственно, возвращаясь к низкотемпературному комплекту, как к экономии электроэнергии, производительности, если вы заказчику расскажете о том, что, соответственно, кондиционер, производительность кондиционера можно сохранять просто за счет установки в него низкотемпературного комплекта, это поможет избежать кучи проблем и поможет заказчику оставаться довольным приобретенным оборудованием. Далее, по управлению. Значит, для спид-систем на стенах MDV в комплекте идет инфракрасный пульт, держатель для него в комплекте. Чуть попозже покажу, как выглядит пульт с держателем. Кроме того, можно подключить пульты проводные. Далеко не у всех кондиционеров настенные позволяют подключить проводные пульты. Даже можно сказать, что это достаточно редкая функция. И вот эта именно функция, возможность подключения проводного пульта, также может позволить отстраиваться от других конкурентов, более дешевых, которые на разъем для проводного пульта решили деньги не тратить. Соответственно, если закладывается в какой-то проект, если закладывается в какую-то спецификацию, можно дополнительно сказать, что к кондиционеру настенному необходимо подключить проводной пульт. И таким образом можно сразу убрать некоторое количество конкурентов, у которых данная функция отсутствует. Также для ForestLine есть возможность установки опционального Wi-Fi управления. приобретается отдельное устройство в виде флешечки, втыкается в разъем USB, абсолютно обычный в дисплейном блоке кондиционера. То есть данную операцию, по идее, может выполнить даже неподготовленный пользователь. Достаточно просто приобрести вот эту флешечку и вставить в дисплейный блок кондиционера. Для покупателя чем может быть важно, чем может быть, какие выгоды может давать наличие различных типов управлений? Прежде всего, это удобство и простота эксплуатации. Кому-то удобнее управлять инфракрасным пультом. Кто-то постоянно их теряет, не хочет этого, подходит, любит управлять с проводного пульта, что, в общем, тоже актуально, кстати, для гостиниц, например. Например, если какая-то недорогая гостиница, да, логично установить настенные спид-системы, если заказчик именно настенные спид-системы рассматривает вместе с проводными пультами дистанционного управления, чтобы гости не теряли пульты, а пульт всегда висел, соответственно, на стене. И некоторым, допустим, может быть удобно Wi-Fi управление. Кто вообще не любит, где пульты, любит, чтобы у него все управление дома было с одного устройства, можно предложить, естественно, Wi-Fi управление. Далее чуть-чуть подробнее по дистанционному пульту инфракрасному. Сильно вдаваться в подробности не буду. Довольно во многих материалах у нас расписаны преимущества пульта, такие как там большие кнопки, большие цифры на экране, подсветка экрана, клавиши светятся в темноте, фосфорицируют точнее таким вот зеленоватым цветом. Помимо вот этих преимуществ у пульта дистанционного управления MDA есть еще одно преимущество – это функция «Любимый режим». Соответственно, пользователь может выставить температурную уставку, которая ему нравится, режим работы, скорость вентилятора и наличие или отсутствие включенного функции комфортного сна. Подержать кнопочку «Любимого режима», сохранить, соответственно, вот эти параметры и в дальнейшем одним нажатием на кнопку включать этот режим, если это необходимо. Довольно распространенная функция, тем не менее, у MDV представлена, поэтому о ней с чем нужно сказать. Далее. Функция, о которой мы… которая уже довольно давно присутствует в кондиционерах MDV, но которая нуждается в дополнительном рассказе о ней, и поэтому до выпуска новой книги менеджера, о чем я скажу позже, мы широко об этих режимах не рассказывали. Это, соответственно, два сервиса режима, которые осуществляются с помощью стандартного инфракрасного пульта дистанционного управления. Первый режим – это инженерный. Соответственно, с помощью этого режима можно изменить логику работы кондиционера в каких-то мелочах. Например, человеку не нравится, что вентилятор внутреннего блока вращается при достижении температуры. Ему не нравится, что ему дует. Соответственно, с помощью специального инженерного режима можно поменять логику. Можно сделать так, чтобы кондиционер останавливался или, например, снижал свои обороты. Можно, очень интересная, кстати, функция, задать минимальную ставку в режиме охлаждения. То есть кондиционер уже не будет включаться на плюс 17, а он будет включаться, например, только на плюс 22, даже если человек с пульта попробует установить плюс 17. Где это может быть интересно? Это может быть интересно в тех же гостиницах, например, когда владелец гостиницы не хочет, чтобы пользователи тратили лишнюю электроэнергию. Соответственно, включая с помощью этого режима ограничения в выставлении, допустим, плюс 21 минимум в режиме охлаждения на кондиционере. Пользователь приходит, пытается выставить плюс 17, однако на кондиционере выставляется только плюс 21 и не менее. Точно так же работает и с максимальной уставкой в режиме нагрева. Мы можем ее принудительно ограничить. Соответственно, если это необходимо, это очень тонкая настройка, которая позволит грамотно настроить кондиционер под пользователя. Также можно поменять настройки функции температурной компенсации. То есть можно учесть более высокие потолки, например, не 2 метра, там не 2,7 метра, где у нас средняя разница между полным потолком в составе 2 градуса, а, например, 3,5 метра и так далее. То есть функция позволяет тонко настроить функцию температурной компенсации. Можно настроить теплый пуск, то есть чтобы кондиционер начинал дуть теплым раньше. Можно настроить функцию запоминания положения жалюзи, то есть изменить, как они будут сохраняться, в зависимости от чего и когда. Также присутствует еще один режим. Это сервис-режим инженерный. С помощью него можно получать информацию о текущих параметрах работы спид-системы прямо на экране дисплея спид-системы. То есть мы входим в специальный режим, переключая определенные уставки, мы видим, например, частоту работы компрессора, температуру, которую получает датчик с наружного блока, температуру воздуха, который получает датчик в наружном блоке, температуру теплообменника внутреннего блока и так далее. То есть мы получаем без необходимости лазить по контуру массу информации просто на дисплее внутреннего блока, который можно сразу посмотреть и сразу понять, что происходит с кондиционером. Для покупателя чем может быть выгодно? Я уже объяснил в примере с гостиницей, например, для гостиниц, чем это может быть выгодно. Это экономия электроэнергии. Для обычных людей, которым мы продаем розничную, это может быть как возможность тонкой настройки работы кондиционера. То есть можно сказать человеку, что производитель не ограничивает вас в настройках. Он дает вам дополнительные возможности настроить работу ваших устройств, купленных именно так, как вы хотите, именно так, как вам удобно. То есть это дополнительный комфорт. И выгоды для продавцов, да, то есть у вас это, в общем-то, отстройка от конкурентов. Очень мало у каких спид-систем, например, можно изменить минимальную ставку в режиме охлаждения. Включаясь в какой-то проект, дополняем то, что мы минимальную ставку задаем на уровень плюс 22 градуса и получаем отбивку абсолютного большинства конкурентов. То есть это такой достаточно мощный инструмент, который можно использовать достаточно часто. Далее переходим к надежности. Кратенько напомню, да, по бренду MDV, если здесь кто-то не знаком, бренд MDV – это собственный бренд завода Медея. Подразумевается, что Медея владеет всей торговой маркой MDV, и, соответственно, выпускает под ней собственное оборудование высокого класса. Устанавливать в целом в собственную марку какие-то некачественные элементы может быть опасно для имиджа бренда, для имиджа завода, поэтому такого собственной маркой никогда не будет делать, в отличие от всяких OEM-марок, куда могут ставить все, что угодно, прыгать с завода на завод и так далее и тому подобное. Соответственно, по собственному компрессорному заводу GMCC «Гонтонг Медея Тошибы Корпорейшн», то есть это завод, который изначально спортовал в сотрудничестве Медея и Тошибы с 1985 года. К 2010 году Медея получила большую часть акций завода и выпускает компрессора под все свои бытовые блоки, даже под часть промышленных, именно на этом заводе. Данный завод обладает минимальным процентом брака 0,03%. Это три кондиционера из 10 тысяч всего будут иметь брак компрессора. И объемы производства этого завода, они просто гигантские. Сегодня каждый третий компрессор в мире производится на заводе GMCC. Некоторые японские производители также устанавливают именно эти компрессоры, произведенные в Китае на заводе GMCC. При этом получается, что у нас, если всемирный объем рынка сплит-систем у нас где-то в районе 100 миллионов единиц, где-то 30-33 миллиона выпускает компрессор в завод GMCC. Соответственно, да, каждый третий компрессор в мире. Какое преимущество дает надежный компрессорный завод и надежные компрессоры при установке сплит-системы? Ну, конечно, надежность и долгий срок службы оборудования. Если вы видите, что покупатель тяготеет к японским брендам, да, можно прямо сказать, что этот завод, он был создан в кооперации с корпорацией Toshiba. Она до сих пор продолжает владеть частью акций. Соответственно, японские станки, японские технологии, японская культура производства, она позволила вот наладить такое огромное производство качественных компрессоров. Далее, тоже к надежности. Завод Medea, выпуская свою продукцию, старается организовать полный цикл производства. То есть у нас 80% комплектующих производится на собственных заводах. Это и вентиляторы, и компрессоры, и часть термодатчиков, теплообменников и так далее. 80% комплектующих на собственных заводах. И 20% комплектующих не собственного производства. Это известная продукция известных японских и американских брендов. Соответственно, тоже что-нибудь в свой кондиционер корпорация Medea ставить не будет. Для покупателя, опять же, это долгий срок службы оборудования и экономия держанных средств на замене, на покупке нового оборудования, если такое есть необходимость. Далее, во всех сплит-системах MDV присутствует функция обнаружения утечки холдагента. Сильно долго вдаваться не буду. Эта функция практически во всех сплит-системах китайских производителей уже есть. Она сейчас уже довольно распространенная. Тем не менее, завод Medea был одним из первых, кто ее внедрил. И под брендом MDV мы начали рассказывать о этой функции уже довольно давно. Функция работает на программной логике. То есть там, конечно же, нет датчика утечки холдагента в кондиционере. Там есть датчик температуры теплообменника внутреннего блока, который перемораживается, если у нас в контуре не хватает холдагента. Соответственно, обнаружив вот это переохлаждение, падение температуры ниже некого предела, мы с очень высокой степенью вероятности можем сказать, что в контуре не хватает холдагента. Соответственно, функция работает очень точно, потому что единственная причина, по которой еще она может сработать, это выход из строя термодатчика, что вообще очень редко, потому что ломаться там по факту нечему. Это обычная термопара. Значит, зачем вообще нужна функция утечки холдагента? Да, это два важных свойства. Позволяет быстро определить причину неисправности, то есть мы понимаем, что происходит, и защищает оборудование от преждевременного выхода из строя. То есть пользователь, он обычно, если у него с кондиционером что-то не так, он будет откладывать возможности диагностику и починку, потому что это деньги, это время, а холода хочется уже сейчас. Соответственно, для того, чтобы предотвратить окончательную поломку кондиционера, функция обнаружения утечки холдагента просто заблокирует его работу и, ну да, вынудит пользователя вызвать специалиста и что-то сделать, потому что иначе кондиционер просто выйдет из строя. Тем не менее, эта функция дает покупателю такую выгоду, как долгий срок службы оборудования и, соответственно, экономию денежных средств на замене оборудования, если оно, не дарит бог, выйдет из строя, чему, в общем, функция, да, препятствует. Информация по сервис-режиму пульта управления есть в техническом департаменте у нас. Это вопросы с чата, да, соответственно, мы готовы с ней делиться. Есть инструкция по сервис-режиму. Если необходимо, можно посмотреть. Пожалуйста, запрашивайте в техдепартаменте. Документ создан, он есть, да. Далее по надежности. Функция самодиагностики. Сильно долго останавливаться не будем. Функция самодиагностики, соответственно, предотвратит поломку. Довольно часто люди спрашивают, есть ли функция самодиагностики в кондиционере. Та или иная, да. Есть, конечно же. Кондиционер отслеживает собственные режимы работы и выдает ошибку, которая предотвращает поломку или диагностирует какую-то неисправность для того, чтобы оборудование долго служило и экономило, опять же, эта функция денежных средств покупателя. Далее по надежности. Работа в условиях нестабильных электросетей. Актуально для части России, да, когда у нас напряжение питания в сети падает ниже 230 текущих стандартных вольт. Да, соответственно, можно сказать, что серия Forrest & Novel 7 у нас работает от 169 вольт в сети. Соответственно, можно будет эксплуатировать ее абсолютно спокойно. Эти данные, они подтверждены тест-репортами завода, который он нам прислал, протестировав в своей лицензированной лаборатории. Чуть позже об этом расскажу. Соответственно, этим данным, да, можно доверять. Действительно, кондиционер будет работать от 169, по-моему, до 260 вольт. Для покупателей это, опять же, долгий срок службы оборудования, экономия денежных средств, потому что он не выйдет из строя. И это удобство использования, потому что, ну, просто можно эксплуатировать кондиционер тогда, когда другие электроприборы уже не работают, более требовательные к электропитанию. По функции автоматического перезапуска. Соответственно, она присутствует также во всех сплит-системах на стену типа MDV. Чаще всего необходимо для тех случаев, когда часто отключают электричество, не потребуется, соответственно, каждый раз брать пульт и перезапускать кондиционер. Можно будет просто дождаться включения электроэнергии, кондиционер запустится сам и, соответственно, продолжит работу именно в том режиме, в котором его настроил пользователь до выключения электроэнергии. Для покупателя это прямое удобство использования. Далее, по надежности. Тепломельники внутренних и наружных блоков имеют антикоррозильное покрытие, гидрофильное Golden Fin. По последним данным, Golden Fin считается чуть лучше, чем Blue Fin, который завод применял ранее за счет более плотного покрытия. То есть мы получаем более долговечное, более надежное покрытие. Далее, защитная крышка патрубков наружного блока. Присутствует на каждом наружном блоке сплит-системы MDV. Необходимо, во-первых, для защиты от повреждения случайного патрубков и, соответственно, присоединения на труб. Дополнительный фактор – это улавливание конденсата, если он начинает образовываться на вентиле, чтобы он, соответственно, не капал. Если такая необходимость есть, за счет этой защитной крышки конденсат также стекает в поддон кондиционера и там может быть отведен через специальный адаптер. По удобству монтажа в сплит-системах MDV применяется специальная конструкция монтажной пластины, которая позволяет отвести блок на 150 мм от стены, не снимая, соответственно, его с монтажной пластиной, и подключать трубы. Для монтажников очень удобно, соответственно, можно спокойно подключать. И это вывод дренажа с двух сторон в зависимости от необходимости. У пользователя может быть необходимость вывести либо налево, либо направо. Проблем в этом нет. Там двухсторонний поддон. Одна сторона по умолчанию закрыта специальной заглушкой, которая просто легко переставляется на другую сторону. Там быстросъемные зажимы, которые можно быстро переставить. Суммируя все аргументы, которые я перечислил, и некоторые еще, для продавца, для покупателя, серия Forest MDV предлагает аж 41 аргумент для успешных продаж. Прежде всего, о чем мы можем сказать для продавца, это контроль и поддержание минимальных розничных цен в интернете. Специальная служба компании AYAG сейчас вплотную занимается этим, поддерживает цены на все сплит-системы MDV минимальные. Соответственно, за счет этого контроль и поддержание минимальной розничной цены дает возможность осуществления заработка с моделей гарантированного. То есть не будет демпингеров, соответственно, не будет увала цен, можно будет реально зарабатывать. Дополнительный аргумент – это маркетинговая информационная поддержка. Это фотографии, GIF-картинки, это свежие выпуски видео 360 градусов, которые с изображением спид-систем, которые можно будет разместить на сайте, либо показать пользователю, либо дать ссылку пользователю, чтобы он сам посмотрел, потому что далеко не всем хватает обычных стандартных фотографий, блоков. Это, значит, каталоги, буклеты, опять же, книги менеджера, о которых я чуть позже расскажу. Таблицы характеристик, адаптированные под Bittrex, были выпущены также и доступны. Так что поддержка довольно объемная. В принципе, можно использовать ее для организации, собственно, интернет-магазина, собственных наполнений, соответственно, и так далее. На серию FORCE у нас три года гарантии. Также внедряем периодически специальные акции. У AYAG есть собственная служба технической поддержки, собственный сервисный центр. Для покупателя, думаю, что не буду повторяться про те функции, которые я рассказал. Дополнительно скажу, что по функционалу здесь, конечно же, доступен режим турбо, запоминание положения жалюзи. Доступна автоматическая оттайка наружного блока, таймер, кнопка включения кондиционера без пульта дистанционного управления, то есть на самом внутреннем блоке. По эффективности можно добавить только то, что это применяются медные трубки с внутренним орибрением, соответственно, что улучшает теплообмен. По надежности вроде все сказал. И для монтажника также дополнительных аргументов – это, как я говорил, обслуживание блока без снятия с монтажной пластины, два варианта присоединения трубопровода, и для обслуживающего персонала легкомоющийся панель и моющийся фильтр. То есть получается, что для конечного заказчика или продавца у нас целых 41 аргумент для осуществления успешных продаж. Далее переходим к следующим сериям МДВ. Следующая серия у нов – это серия Аврора. От 7 до 36 кБТУ. Также класс А, за исключением модели, 24 кБТУ и 36 кБТУ. 36-я модель, кстати, класс Б, то есть не сильно-то хуже. Гарантия 3 года. Модели с широким модельным рядом от 2,2 до 9,96 кВт, то есть почти 10 ключевых функций. Температурная компенсация, продвинутая самоочистка и опять же широкий модельный ряд. Учитывая все то, что все те функции, которые я вам рассказал, дополнительно есть серия Аврора Дизайн с 7, 9 и 12 модели с дизайнерскими панелями. Про них чуть позже. Соответственно, здесь также гарантия 3 года. Температура компенсации, фотоэлектрический фильтр и дизайнерские панели – основные преимущества. Учитывая преимущества, о которых я вам рассказал, в модели Forrest, все эти преимущества здесь также присутствуют. Дополнительно здесь у нас широкий модельный ряд, то есть это модель на 36 кБТУ. Конечно же, с возможностью оснащения низкотемпературным комплектом, потому что мы понимаем, что это, скорее всего, либо серверные, либо какие-то большие кафе по серии Аврора Дизайн. Здесь у нас цветные дизайнерские панели. Подчеркну, что они без логотипов. То есть специально по запросу завод сделал цветные панели, на которых не размещен логотип, ничего не портит переднюю панель. Соответственно, это специальные блоки для помещений с цветовой стилизацией какой-то. По функционалу добавлю, вот хотел вам показать, пульт с держателем в комплекте, соответственно, вот так вот он выглядит. Многие, кстати, дешевые марки, они просто на всем экономят, и даже вот такие вот простые вещи, как держатель пульта, они в комплект не включают. По функционалу, опять же, повторяться не буду. Здесь у нас уже 43 аргумента для успешных продаж за счет более широких модельных рядов и за счет цветных панелей, да. Соответственно, в остальном здесь те же самые преимущества, за исключением того, что у серии Аврора Дизайн, к сожалению, пока невозможно подключить проводной пульт дистанционного управления. Но чаще всего это не нужно, потому что это помещение с цветовой стилизацией, портить стены пультом, не с цветовой стилизацией, конечно же, никто не будет. Поэтому здесь этой функции, в общем-то, особо и нет необходимости. По вопросу из чата, черные модели появятся ли когда-нибудь. Пока особого запроса на черные модели как такового большого нет, поэтому пока не рассматриваем эту возможность. Если есть у вас запросы, присылайте, мы посмотрим, что можно сделать. Далее переходим к инверторным моделям. Начнем с, опять же, базовой модели серии Forest. Теперь это ERP-инвертор, модели с 7 по 24, соответственно, с 7 до 24 килограмм БТУ. Это у нас класс А2+, это у нас европейский инвертор, гарантия 3 года и диапазон производительности от 2,34 до 7,03 киловатта. Основные функции, опять же, функции температурной компенсации, защиты от простуды, продвинутая самоочистка и возможность опционального оснащения модулем Wi-Fi. Что здесь интересного? Опять же, повторюсь, что все функции, о которых я говорил ранее, они здесь также присутствуют. И дополнительные функции. Это начнем с того, что здесь низкий уровень шума от 22,5 дБ. Если сравнивать со шкалой других шумов, да, то это будет находиться чуть выше уровня шороха листовы. Соответственно, даже тише, чем шепот человека, слышимый на удалении одного метра. Прямые выгоды для покупателя – это тишина и комфорт. Соответственно, что могу сказать по поводу именно этого уровня шума? В других кондиционерах, возможно, вы также сможете увидеть более низкий уровень шума. Ключевой вопрос, который нужно задать, это есть ли аттестация какая-то у лаборатории, которая производила тестирование этой продукции, или есть ли сертификаты на само оборудование. Например, сертификаты Евровен. Чаще всего ответят, что, к сожалению, лаборатория не сертифицирована, потому что такой необходимости нету, сертификатов Евровен также нету, потому что на европейский рынок не поставляется. Ну, это повод к тому, чтобы сказать, что уровень шума явно занижен. То есть, если вы видите там на обычных он-офф моделях уровень шума 20-21 дБ, я подчеркиваю, на он-офф моделях, то это, скорее всего, ну, какой-то не совсем правдивая информация. Либо там тестирование было не по общим стандартам, да, там, например, без подключения наружного блока просто замеряют уровень шума внутрянки, либо еще какие-то ухищрения. Но, тем не менее, для того, чтобы точно сказать покупателю, что марка отвечает за те данные, которые она объявляет, покупателю нужно сказать, что есть аттестаты, есть сертификаты, которые подтверждают, что лаборатория тестируется огромным международным независимым сертификатором. Соответственно, за выполнением норм и последовательности тестирования там следят, и этим данным можно доверять. Об этом следует сказать. В MDV все сертификаты есть. Соответственно, это как дополнительное преимущество необходимо покупателю об этом рассказать. По функциональности далее, да, соответственно, в этом году для серии Forrest был разработан Wi-Fi-модуль, которым может оснащаться данная серия. Соответственно, в инвертанных спецсистемах Wi-Fi управления доступно именно в серии Forrest также. Это также удобство и простота эксплуатации и экономия электроэнергии, если пользователь хочет удаленно включить или выключить функционер из любого, соответственно, места мира. Далее, по функциональности у нас широкий температурный диапазон. За счет того, что серия Forrest – это европейский инвертор, то есть она соответствует категории ERP, сертификату ERP. Чуть попозже об этом расскажу. У нас здесь присутствует широкий температурный диапазон. В режиме охлаждения от минус 15 до плюс 50, в режиме нагрева от минус 15 до плюс 30. Единственное исключение – это седьмая модель. У нее режим охлаждения чуть-чуть более узкий, там от нуля градусов. Соответственно, эта модель чуть-чуть отличается. Для пользователя это преимущество позиционируется как возможность круглогодичной эксплуатации. То есть да, там в межсезонье обогреться с высокой степенью эффективности или до таких, даже не в межсезонье, а уже при таких достаточно существенных холодах, да, инвертора позволяют до минус 15 это делать. Далее, как преимущество внутренней блоки инверторного типа MDV, что Forrest, что последующие серии, там повторяться не буду. Сразу скажу, Forrest и Aurora, они доступны инверторной модели именно для подключения к мультиспит-системам. То есть те же самые внутренние блоки с тем же самым набором функционала практически, они присутствуют что в обычных спит-системах, что в мультиспит-системах, поэтому пользователь, если выбирает, он может выбрать, допустим, мультиспит-систему, получив те же самые функции, о которых я рассказывал, но при этом сократив количество наружных блоков, если не хочет портить фасад или есть еще какие-то ограничения. Далее, вот то, о чем говорил, да, соответствует директиве ERP. Это у нас относится к эффективности. Что такое вообще директива ERP? ERP расшифровывается как Energy Related Products или, соответственно, энергоэффективность, относящаяся к каким-то продуктам. Сейчас практически все приборы, которые потребляют электроэнергию домашнюю, они имеют сертификацию или маркировку ERP, где мы в зависимости от энергопотребления кондиционера или холодильника и так далее, мы ему присваиваем энергетическую эффективность. Класс, то есть, да, соответственно, здесь у нас класс А++. И если кондиционер соответствует директиве ERP, то это означает, что он может поставляться в Европейский Союз. То есть, его энергоэффективность достаточно. Это тоже еще один фактор, на который стоит обратить внимание покупателя о том, что все сприт-системы MDV, инверторные, они обладают сертификатом ERP, то есть, соответствуют директиве ERP. Они могут поставляться в Европейский Союз, а значит, достаточно энергоэффективные, и про это стоит рассказать, да. Соответственно, для покупателя это экономия электроэнергии, если ему необходимо. Или это забота о окружающей среде, да. Есть такие люди, для которых это важно. Это действительно со временем становится все важнее, поэтому об этом стоит опомянуть. Да, людям это важно. Далее. 3D-DC-инвертор. Что в MDV называется 3D-DC-инвертор? В MDV мы называем 3D-DC-инвертор, когда все компоненты кондиционера инверторные. Соответственно, это компрессор, это вентилятор наружного блока и вентилятор внутреннего блока. Для Forrest-инвертор, полностью инверторные, модели 18 и 24 кБ2. Сразу могу об этом сказать, да. Соответственно, модели 7, 9, 12, у них не полный инвертор, у них внутренний блок обладает вентилятором переменного тока. Тем не менее, даже несмотря на то, что это 3D, это не полный инвертор, то есть вентилятор внутреннего блока отличается, весь модельный ряд Forrest-инвертор, он соответствует директиве ERP, то есть энергоэффективность у нас все равно остается на высоте. По поводу самого 3D-DC-инвертора, что дает покупателю полный инвертор, то есть все инверторные компоненты кондиционера? Это прежде всего, конечно же, энергоэффективность, это низкий уровень шума, отсутствие пусковых токов, точная регулировка температуры, то есть кондиционер более точно регулирует вращение вентиляторов, вращение компрессора, более точно регулирует температуру и более высокий длинный трасс. Далее переходим к надежности. Новая функция в инверторных сплит-системах MDV, могу сразу сказать, что она появилась в новых поставках всех инверторных кондиционеров сплит-систем, то есть это Forrest-инвертор, Aprora-инвертор и далее OP-инвертор. Это самоочистка наружного блока. Вдобавок к той продвинутой системе самоочистки внутреннего блока, о которой я уже рассказывал, теперь у нас в инверторных кондиционерах внедрена и самоочистка наружного блока. Что она из себя представляет? Это функция, которая позволяет вентилятору наружного блока через некоторое время после выключения, это примерно 10-20 секунд после выключения кондиционера, начать вращаться в обратную сторону. То есть некоторое время вентилятор наружного блока будет вращаться в обратную сторону, продувая воздух сквозь теплообменник в обратную сторону. Соответственно, за счет этого пыль, грязь, пух, которые накопились на теплообменнике наружного блока, они выдуваются вовне, и, соответственно, теплообменник наружного блока дольше остается чистым. Для покупателя это что предоставляет? Это, во-первых, увеличение срока службы системы, это электроэнергию, и, да, это некий отсутствие риска для здоровья, потому что наружный блок не выступает у нас таким рассадником. Бактерий и так далее, да, потому что он обычно находится рядом с окном квартиры там или домом, поэтому то, что с него может лететь, тоже может в некоторой степени содержать какие-то бальзинфорные бактерии. Вот этого мы стараемся здесь также избежать. Далее, по легкому монтажу для монтажника и для покупателя, что может предложить спидсистемы MDV серии Forest? Ну, это увеличенный длинный трасс. Да, действительно, до 50 метров на больших моделях, то есть на 24-й, может быть длина трассы. Для покупателя это возможность охлаждения удаленных помещений, например, там, если это какое-то помещение, которое отстоит от фасада там или кровли и так далее. Для монтажника это, прежде всего, без проблем и монтаж. То есть не нужно будет думать, как обходить балки, как сократить длину трассы по возможности для того, чтобы кондиционер раньше времени не вышел из строя. Кондиционеры MDV, да, обладают высокими длинными трассами, поэтому здесь это проблем вызывать не должно. Итак, в серии Forest Inverter у нас уже 48 аргументов, да, то есть на 5-6 штук больше, чем было в ОНОВ кондиционерах. Здесь еще раз не буду сильно повторяться, потому что функции, как я говорил, они присутствуют во всех спидсистемах. Здесь у нас из нового это широкий температурный диапазон, опять же управление по Wi-Fi, в отличие от серии Aurora, где это, к сожалению, недоступно. Универсальные блоки, то есть возможность подключения к мультисплит-системам. Это у нас высокая энергоэффективность, полный инвертор в некоторой модели. И это защита от перепадов напряжения, то есть не только работа в условиях нестабильных электросетей на инверторах у нас доступна, но и защита от перепадов напряжения, которые реализованы за счет применения высококачественных компонентов инверторной подсистемы американской компании International Rectifier. Очень известная компания, производящая хорошее, надежное оборудование. Далее переходим к продвинутой уже системе Aurora ERP-инверторов с 9 до 24 кБТУ у нас здесь в модели. Класс, опять же, A++, это тоже европейский инвертор ERP-сертификация в соответствии к директиве ERP. Это у нас полный инвертор на всех моделях, об этом чуть попозже расскажу. И здесь основные функции, это, опять же, функция температурной компенсации, продвинутая самоочистка внутреннего и самоочистка наружного блока. И это сниженный уровень шума до 20 дБ. Об этом чуть попозже также. Также с этого года доступны модели цветные Aurora Design, инверторные, на 9 и на 12 кБТУ. Здесь также низкий уровень шума, также высокий класс энергоэффективности. И для серии Aurora компания Ayaq предоставляет вместе с заводом Medea расширенную гарантию, соответственно, 4 года. Что хочу сказать, да, сразу повторюсь, 3D DC-инвертор, весь инверторный кондиционер у нас здесь уже для всех моделей, от 9 до 24. Все компоненты системы инверторные. Про выгоды покупателя, соответственно, повторяться не буду, про них уже рассказал. Здесь у нас дополнительное преимущество – это 4 фильтра тонкой очистки. Что в Aurora Inverter, белый, что в дизайнерских моделях. Соответственно, у нас фотокаталитический, ризоцимовый, угольный и фильтр с ионами серебра. В зависимости от типа фильтров, они либо взаимодействуют с химическими загрязнителями воздуха, типа сероводорода, аммиака и так далее. Это фотокаталитический фильтр. Либо занимаются удалением неприятных запахов. Этим занимается угольный фильтр. Также лизоцимовый и фильтр с ионами серебра, они занимаются уничтожением бактерий, то есть расщеплением клеточной стенки и препятствуют повышению бактериального числа в помещении. Для покупателя 4 фильтра, аж 4 фильтра тонкой очистки в одном кондиционере, означают здоровье и безопасность. То есть прямые выгоды для покупателя. Далее. Для покупателя также низкий уровень шума. Это также очень важно. 20 дБ, доступный на серии Aurora Inverter, Aurora Design Inverter на некоторых моделях, то есть это 9, если я не ошибаюсь, 12, по-моему, тоже, или там чуть-чуть выше. Доступно в режиме, соответственно, специальным сайлом, который включается с пульта дистанционного управления. Это стандартная функция, присутствует на всех моделях Aurora Inverter, Aurora Design Inverter. Эта функция максимально замедляет вентилятор и ограничивает частоту работы компрессора наружного блока. Соответственно, мы получаем максимальное снижение уровня шума. Разница от режима ночного в том, что мы, соответственно, не получаем изменения температуры с течением времени. То есть мы как настроили определенную температуру на минимальный шум, так кондиционер и продолжает работать без последующего выключения или изменения параметров. Вот это, соответственно, для тех, кому именно нужен постоянный низкий уровень шума. Опять же повторюсь, да, то есть по уровню шума это даже тише шорох и листвы, ниже 21 дБ. 20 дБ у нас здесь доступно. Это действительно очень тихо. И еще раз повторюсь, заявленные характеристики соответствуют фактическим. Всегда говорите покупателю о том, что объявленные характеристики нужно чем-то подтверждать. В MDV есть, у других конкурентов, соответственно, может не быть. Поэтому там ему могут, к сожалению, либо сказать не всю правду, либо, ну да, что-то утаить. Поэтому на это стоит обращать внимание. Далее. Новая функция в серии Aurora у нас появляется по сравнению с серией Forest. Это режим дежурного отопления 8 градусов Цельсия. Соответственно, как работает кондиционер и как работает эта функция? Например, у вас есть коттедж у покупателя. Он уезжает на какие-то, на какой-то, на какой-то срок и включает режим дежурного отопления 8 градусов. Соответственно, если в помещении температура опускается ниже, кондиционер начинает поддерживать именно эту небольшую температуру положительную. Нужно для того, чтобы не было больших температурных перепадов, для того, чтобы не портилась мебель, не промерзали трубы и так далее. То есть, если у нас нет этой функции и нет каких-то основных источников тепла, то, соответственно, будут проблемы. Также можно сказать, что в этой ситуации кондиционер может выступать в качестве такого резервного источника тепла. Если с основным что-то случается, кондиционер, соответственно, начинает поддерживать температуру плюс 8. Чем выгодно в отношении того, чтобы просто включить кондиционер на минимально доступную температуру в обогрев? Ну, минимальная доступная температура в обогрев, вообще говоря, 17 градусов. То есть, это стандартная температура для всех кондиционеров, которые вообще можно с пульта назначить. Соответственно, если мы будем поддерживать плюс 17, то будет тратиться довольно большое количество энергии, потому что кондиционеру придется достаточно высокую температуру поддерживать. Здесь же этот режим выступает просто для сохранения и поддержания минимальной положительной температуры, для отсутствия порчи каких-то вещей, которые принадлежат, соответственно, владельцу помещения. Для покупателя можно сказать про сохранение имущества, опять же, да, про экономию денежных средств на, опять же, исправлении проблем с этим имуществом и так далее. Опять же, цветные дизайнерские панели без логотипов доступны стали с этого года в Авроре Инвертор. Девятая и двенадцатая модель, повторюсь, опять же, без логотипов – это для некоторых действительно важно. Некоторые обращают внимание. И в серии Аврора Инвертор у нас уже 49 аргументов. В принципе, про них я уже рассказал, сильно останавливаться не буду, просто посмотреть, что в объеме для покупателя, для продавца есть то количество аргументов, которые он может использовать. Оно достаточно большое и можно оборудованным девиз, соответственно, продвигать. Далее переходим к флагманской модели. Это серия OP. Это также европейский инвертор. 9,12 кВТУ. И здесь у нас отличия прежде всего в используемом типе хеллогента. Это 32-й хеллогент. Все остальные настенные спецсистемы работают на 410. Это у нас бешеная энергоэффективность А с тремя плюсами. Полный инвертор. И здесь расширенная гарантия 5 лет от завода и от компании AYAG. Модели производительность 2,64 и 3,52 кВт. Здесь основной интерес. Это функция, я уже рассказал, это хеллогент, соответственно, эффективность. Это наличие функций умного глаза. То есть кондиционер отслеживает наличие человека в помещении, об этом чуть позже. И это очень широкие температурные диапазоны по функции умного глаза. Думаю, что абсолютно большинство из вас уже с ней хорошо знакомы, как работает в MDV. Соответственно, в зависимости от выбранной настройки можно настроить либо, чтобы кондиционер дул на человека. Это, соответственно, актуально для режима обогрева. Либо, чтобы дул мимо человека. Соответственно, актуально для режима охлаждения. Если в помещении присутствует несколько людей, соответственно, кондиционер ориентируется по самому теплому человеку, выделяя самое большое инфракрасное излучение в помещении, соответственно. Дополнительная функция умного глаза – это, в принципе, отслеживание наличия человека в помещении. То есть если человек в помещении поставил условно низкую температуру, а затем ушел, то кондиционер переходит сначала в режим слабой экономии. То есть это где-то 20-25 снижение, 20-25 экономия электроэнергии процентов. И затем через еще несколько часов отсутствия человека, соответственно, переходит в режим более серьезной экономии. Как только человек возвращается, инфракрасный датчик это видит и включает кондиционер, соответственно, на полную производительность для того, чтобы охладить помещение для человека. Для покупателя умный глаз предоставляет такие выгоды, как комфорт и безопасность. То есть мы можем настроить автоматическое изменение направления воздушного потока так, чтобы человеку было комфортно. Это отсутствие простуд за счет того, что кондиционер не дует на человека. И это экономия электроэнергии, это экономия денежных средств. Далее, следующая функция OP-инвертор – это 3D airflow, так называемый объемный воздух распределения. Это регулируемые вертикальные и горизонтальные жалюзи внутреннего блока. Функция плотно, соответственно, связана с функцией умного глаза, потому что иначе кондиционер не смог бы полностью направлять воздушный поток. Соответственно, в серии OP-инвертор у нас вертикальные и горизонтальные жалюзи имеют управление с пульта автоматическое. Для покупателя, опять же, комфорт, безопасность, удобность эксплуатации и отсутствие простуд. Далее. Серия OP-инвертор оснащается интересной функцией контроля уровня влажности. Естественно, кондиционер OP не может повысить уровень влажности выше, чем он есть в помещении. То есть увлажнителя там, к сожалению, нет. Тем не менее, если пользователь эксплуатирует кондиционер в режиме осушения, то он может задать целевой уровень влажности в помещении. Там есть датчик уровня влажности в кондиционере. Соответственно, используя Wi-Fi-приложение, которое является опциональным для серии OP-инвертора, пользователь может сразу настроить. Хочу условно влажность 40%. При этом влажность была 60%. Кондиционер поработал в режиме осушения, осушил до 40% и далее продолжает на этом же уровне и поддерживать. То есть нет пересушивания помещения, нет такого, что человек поставил режим осушения, оставил кондиционер, ушел и у нас там, начинается вообще полное удаление влаги из помещения, что тоже очень вредно, как для самого человека, так и для мебели и так далее, для домашних животных и так далее. Соответственно, для покупателя это здоровье, комфорт и безопасность. Но для этой функции, опять же, повторяюсь, нужно Wi-Fi-управление, уровень влажности желаемый, он назначается через Wi-Fi-приложение бесплатное. Далее, серия Open Inverter также оснащается функцией автоматической регулировки яркости дисплея. Там есть датчик освещенности в кондиционере. Соответственно, при падении уровня освещенности в помещении ниже некоторого предела дисплей автоматически отключается, не мешая спать, не мешая в ночные часы. Это такая автоматическая функция для заменяющей часть функции ночного режима. То есть мы помимо того, что самостоятельно можем ограничить и настроить ночной режим, здесь у нас автоматическая регулировка яркости дисплея. Соответственно, здоровье и комфорт, здоровый сон повторяться не будут. Для всех это важно. Светить в глаза, как небольшой ночничок, не будет. Что еще очень интересно в серии OP? Это рекордно широкий температурный диапазон. За счет того, что мы применяем Legend R32, за счет увеличенных размеров теплообменников внутреннего и наружного блока, они действительно увеличены, они действительно большие. Внутренний блок действительно сильно больше, чем обычные серии. Наружный блок девятка, она по размерам как 18-й блок он-офф, то есть да, действительно такая большая разница. Все это сделано для чего? Для того, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность, чуть попозже об этом скажу, для того, чтобы обеспечить рекордно-широкий температурный диапазон. Здесь у нас на обогрев работает от минус 30 до плюс 30, на охлаждение от минус 25 до 50. То есть это возможность реально круглогодичной эксплуатации практически, ну, в средней полосе России точно, на юге абсолютно точно. То есть если человеку нужно, пожалуйста, инвертор европейский, высокоэнергоэффективный, с рекордно широким температурным диапазоном. Некоторые наши коллеги установили, насколько я знаю, в этом году серию OP именно в свои коттеджи. К сожалению, потестировать их прям на низких температурах не удалось, потому что зима была действительно теплой, она уже успела, правда, забыться за всем этим текущими событиями с коронавирусом, но тем не менее, абсолютно уверен, что даже если случится следующей зимой достаточно холодный период, кондиционер покажет себя отлично, потому что производитель сделал полное тестирование, действительно показал, что кондиционер работает до минус 30. Далее, по Wi-Fi управлению, это здесь опция, соответственно, можно приобрести отдельно Wi-Fi адаптер, он очень также просто втыкается в USB разъем в дисплейном блоке, и, соответственно, повторяться много не буду, это удобство и простота эксплуатации для пользователей, и это по необходимости экономия электроэнергии. Далее, режим дежурного топления, здесь немножечко улучшен по сравнению с серией Aurora, здесь модельная дополнительная температура 12 градусов, то есть кондиционер может поддерживать как 8, так и 12, в зависимости от выбранной настройки, в зависимости от необходимости для пользователя, то есть если ему 8 не хватает, можно настроить еще и 12. Просто, чтобы обратить ваше внимание еще раз, холлоген R32, новейший холлоген, думаю, что про него рассказывать сильно не нужно, все уже многих слышали, сильно останавливаться на этом не будем. Зато расскажу поподробнее про энергоэффективность А с тремя плюсами, да, то есть сейчас энергоэффективность А3+, это наиболее самая высокая доступная энергоэффективность для кондиционеров. При этом, на самом деле, если вы видите на кондиционере, или пользователь видит на кондиционере А3+, то там достаточно большой диапазон энергоэффективности, которая попадает в эти А3+. Если я правильно помню, то он начинается там чуть ли не от восьмерки SEER. Здесь SEER действительно выдающийся, это 9,2. Для пользователя конечного можно прямо говорить, вы расходуете 1 кВт электроэнергии, и в среднем по году вы получаете за этот 1 кВт электроэнергии 9,2 кВт холода. При этом SEER, он действительно показывает именно реальное расходование электроэнергии в зависимости от сезона, в зависимости от количества эксплуатаций в год, в зависимости от того, как сам кондиционер работает, включен ли там подогреватель картера, все эти вещи действительно в этом коэффициенте, они учтены. Поэтому коэффициент 9,2, он действительно реальный, и действительно покупателю можно об этом заявлять. Хорошие инвертора, недешевые других производителей, в том числе и MDV, но не флагманских моделей, они чаще всего имеют SEER до 6,5 где-то, 7 это действительно уже очень хорошее значение. То есть для конечного покупателя серию OP-инвертор можно позиционировать таким образом, что она тратит действительно на 20-30% меньше электроэнергии, либо выдает на 20-30% больше холода за счет того же количества электроэнергии, чем другие кондиционеры других марок, даже действительно неплохих и очень хороших. По обогреву SCOP у нас до 6,3 это теплая зона, соответственно, так как это европейский коэффициент, это у нас западная часть Европы и южная часть Европы. Более близкий к средней полосе коэффициент усредненный это 5,3. Соответственно, в простых кондиционерах он обычно составляет где-то около 4, то есть это не простые, а достаточно хорошие вертельные кондиционеры, просто не флагманских моделей, либо других марок более простых. Это в районе 4. То есть здесь мы тоже получаем выгоду на обогреве в районе 20-25%. И здесь на серии OP у нас уже аж 53 аргумента для успешных продаж. В принципе, про все из них я вам только что рассказал. Здесь и низкий уровень шума от 20 дБ, также с помощью режима Silent. Здесь у нас и бешеная энергоэффективность от любя плюсами. Также соответствует директиве ERP. Это полный инвертор, дополнительный расширенный режим дежурного отопления 8-12 градусов. Также здесь есть режим ECO. Это режим экономии. Соответственно, он позволяет, он достаточно похож на режим комфортного сна, но при этом отличается тем, что там немножечко другие температурные уставки применены. Тем не менее, этот режим, он необходим для того, чтобы, соответственно, экономить электроэнергию. Что еще могу здесь добавить? Это в качестве аргумента для монтажника. На монтажной плате серии OP, так как это флагманская модель, здесь с купицами стали, здесь также в том числе есть специальный упор для фиксации блока в отведенном положении. То есть блок внутрь не поднимается, от монтажной платы отводятся специальные упоры, и на них устанавливается кондиционер, чтобы можно было в это время соединять трубы. Это дополнительное удобство для монтажника. В принципе, по сплит-системам все. Переходим к мультисплит-системам по модельному ряду. Соответственно, так как я уже говорил, у нас инверторные сплит-системы настенного типа, они, внутренние блоки этих сплит-систем, также могут использоваться и в мультисплит-системах. Соответственно, Forrest Inverter от 7 до 24 кг БТУ. Обращаю единственное внимание, что седьмая модель Forrest, вот она разная для сплит-систем и для мультисплит-систем. Она имеет разную маркировку, чуть-чуть отличается в размерах, поэтому здесь единственное исключение – это Forrest Inverter. Он не универсальный на модели 7 кг БТУ. Они немножечко разные. Все остальные модели универсальны, как для сплит-систем, так и для мультисплит-систем. Далее настенные сплит-системы Aurora Inverter с 9 до 24. Также есть дизайнерские модели 9 и 12. И появляются кассетные блоки компактного типа 9, 12, 18, канальные 9, 12, 18, консольные на 12 кг БТУ. По наружным блокам здесь серьезных изменений также не было. От двух до пяти внутренних блоков можно подключать на один наружный в зависимости от производительности. Что здесь интересного? Ну, повторяться не буду. Внутренние блоки универсальные для настенных сплит-систем и мультисплит-систем. Мультисплит-системы соответствуют также директиве ERP. То есть это высокоэнергоэффективная система, которая поставляется также на европейский рынок. Для пользователя, опять же, экономия электроэнергии и заботы об окружающей среде. Это полный инвертор мультисплит-системы. То есть наружный блок полностью инверторный, компрессор и вентилятор инверторный. Это также доступен широкий температурный диапазон от минус 15 до плюс 50 на охлаждение и от минус 15 до плюс 24 на нагрев. Здесь появляются дополнительные функции, такие как диспетчеризация, центральное управление, управление через интернет. Это актуально для кассетных, канальных и консольных внутренних блоков. То есть настенные. Там, к сожалению, немножко другая история. Там доступно только Wi-Fi управление в серии Forest, если это необходимо. Здесь же у нас возможность интеграции в диспетчеризацию, либо центральное управление, либо специальное централизованное управление через интернет, через специальные шлюзы. Внутренние блоки имеют специальные выводы. Можно приобрести и предложить заказчику, если ему необходимо, специальные шлюзы, соответственно, и управлять всеми внутренними блоками одновременно, либо интегрировать их с другими системами здания. Может быть полезно в гостиницах, в каких-то офисах, если туда ставится мультиспет-система для экономии места на фасаде или еще чего-то. То есть для кассетных, для канальных, повторюсь, и для консольных блоков это, да, актуально. Далее. На кассетных блоках. На 9, 12, 18 на всех. То есть у нас внедрены контакты принудительного включения и отключения. Также они доступны и на канальных блоках. Чаще всего это можно использовать в гостиницах, да, например. То есть мы можем просто подключить внутренний блок к терминалу карты гостя. Карта присутствует, соответственно, кондиционер работает, карту достали, кондиционер выключен. При этом это будет правильное выключение. То есть для мультиспет-системы это не будет представлять каких-то проблем. То есть мультиспет-система будет знать, включен или выключен внутренний блок. Соответственно, да, можно эксплуатировать контакты принудительного включения и включения именно для этих целей. Это именно для каких-то гостиниц, небольших офисов. Позволяют экономить электроэнергию, либо соответствовать требованиям заказчика в наличии вот таких вот крем. Также на кассетных и канальных блоках есть контакты вывода сигнала аварии. Соответственно, необходимы, да, для... Также гостиниц можно определить, что какой-то кондиционер вышел из строя. Можно объединить все кондиционеры в целом в одну сеть. Тогда любой из кондиционеров, вышедший из строя, будет показывать, что что-то не так. Либо от каждого кондиционера вывести какой-то сигнал аварии на какой-то диспетчерский пункт или, к тому же, или просто на рецепцию. И, соответственно, будет понятно, что какой-то кондиционер не работает. Для именно покупателей в смысле заказчиков оснащения гостиниц, например, это может быть дополнительным сервисом. То есть это проактивность, это предсказывание требований посетителей в том, что что-то нужно быстро исправить, нужно удовлетворить, показать высокий уровень сервиса. Вот это можно продвигать именно для таких гостиниц, небольших офисов, если это будет необходимо. Далее. На кассетных и на канальных внутренних блоках доступна подача свежего воздуха. Как это выглядит? На боковой поверхности внутреннего блока кассетного или канального типа есть специальная подготовка, которую можно удалить для подключения воздуховода свежего воздуха. Естественно, должна быть какая-то предварительная система очистки и, возможно, догрева воздуха, если мы поставляем очень холодный воздух напрямую с улицы. Тем не менее, нет необходимости делать отдельные решетки в помещении. Воздух можно подвести к внутреннему блоку, он его присоединит к рециркуляционному, охладит и, соответственно, или нагреет в зависимости от режима работы и, соответственно, поставит в помещение. Для мультисплит-систем у нас 47 аргументов для успешных продаж. Также останавливаться не буду. Скажу только то, что на само оборудование мультисплит-систем у нас три года гарантии, но на компрессоры наружных блоков мультисплит-систем присутствует расширенная гарантия в размере четырех лет. Соответственно, для внутренних блоков мультисплит-систем актуальны все те же самые функции, что и для обычных сплит-систем. И здесь мы получаем, да, тоже энергоэффективное решение, полный инвертор в соответствии с директивой ERP. Также на канальных блоках доступно универсальное подключение воздуховодов, то есть можно переставить забор воздуха снизу или сзади. В полупромышленных системах об этом чуть-чуть попозже расскажу. Итак, переходя к полупромышленным сплит-системам. Модельный ряд унов модели. Кассетные и компактные 12-18 кБТУ, полноразмерные с 24 до 60, канальные с 18 до 60, так же как напольно-потолочные, и колонные блоки 24, 48 и 60 кБТУ. Для кассетных, канальных и напольно-потолочных универсальные наружные блоки, то есть они вне зависимости от типа применяются для колонных блоков. В данный момент применяются не универсальные наружные блоки, но завод постепенно переходит к применению также универсальных, так что в ближайшее время мы, возможно, также увидим применение универсальных наружных блоков и для колонного типа. Также в модельном ряду полупромышленных сплит-систем МДВ присутствуют, помимо он-офф моделей, еще и инверторные модели. Повторяясь о том, что бренд МДВ – это, собственно, бренд завода Мидея, поэтому под ним поставляется только высококачественное оборудование. Соответственно, у нас европейский инвертор, полный инвертор даже в полупромышленных сплит-системах. Соответственно, это блоки компактные кассетные 18 кг БТУ, полноразмерные кассетные 24-60, канальные от 18 до 60, точно так же, как и напольно-потолочные. И здесь тоже универсальные наружные блоки. Какие самые интересные функции в полупромышленных сплит-системах, о чем я хотел бы рассказать? Прежде всего, остановимся на здоровье и комфорте для пользователей. И самая первая важная функция – независимое регулирование жалюзи на кассетных блоках полноразмерных. Слева внизу можете посмотреть, где они применяются. Соответственно, у нас здесь 5 моделей внутренних блоков. Слева направо – компактные кассетные, полноразмерные кассетные, канальные, напольно-потолочные и колонные. И, соответственно, две строки – on-off и инвертор. Соответственно, независимое регулирование жалюзи доступно на кассетных блоках полноразмерных – on-off и инвертор. При этом панель, которая обладает возможностью независимого регулирования жалюзи, она доступна уже по стандартам. То есть воздуховод, и этот воздуховод можно отвезти в соседнее небольшое помещение, которое тоже будет охлаждаться за счет вот этой основной кассеты. Где это может применяться? В небольших кассах банка, да, там, например, где обычный кондиционер не повесишь, потому что он слишком большой. Соответственно, человек там будет болеть постоянно, будет постоянно не выходить на работу, что, естественно, нехорошо для бизнеса. Вот на кассетных системах можно отвезти часть потока в это соседнее помещение, при этом жалюзи с этой стороны оно закрывается, то есть принудительно выводится из зацепления вот эта жалюзи, чтобы весь поток воздуха с этой стороны шел именно в воздуховод. На больших кассетах доступно до двух сторон распределения воздуха, то есть можно отключить две жалюзи и с двух сторон вывести поток воздуха через воздуховод. Далее. Для канальных блоков у нас присутствует возможность переключения стороны подачи воздуха. Это может быть необходимо, если какое-то сложное помещение, компактное помещение, где невозможно разместить нормально канальный блок. Тогда его можно будет поставить близко к стене, практически вплотную, заведя забор воздуха снизу, или, если необходимо, можно задать вам забор воздуха сзади, чтобы распределять воздух так и поступающий воздух так, как необходимо. По поводу еще одного вопроса по поводу записи, да, можно будет посмотреть, конечно же, в записи. Чуть-чуть попозже запись вебинара разошлем. Если что-то пропустили, можно будет посмотреть. По выгодам покупателя для вот этой вот функции переключения сторон подачи воздуха. Это удовлетворение любых самых строгих требований, то есть возможность оснащения кондиционера на МДВ практически любого помещения для монтажника. Это простой, беспроблемный, быстрый монтаж. То есть можно переставить прямо на объекте заглушку, переставить фильтр и сменить сторону входа воздуха в канальный блок. Далее на полупромышленных системах, так же, как и рассказывал в мультисплит-системах, доступна подача свежего воздуха. Та же самая логика. На боковой поверхности есть подготовка. Подключаем систему подачи воздуха с небольшой фильтрационной установкой и подогревательной. И, соответственно, часть воздуха мы получаем не рециркуляционного, а свежего, который можем распределять по помещению с помощью вентилятора внутреннего блока кондиционера. Экономия денежных средств на отдельных выводах для вентиляции, а для покупателей здоровья, комфорт и так далее. Для полупромышленных спид-систем очень интересная, очень важная функция – диспетчеризация, центральное управление, управление через интернет. Для больших заказчиков по всей России очень важно, да, то есть некоторые корпорации прямо говорят, что хотят контролировать все из единого центра. Для мелких применений можно применять центральное управление, выключая, включая кондиционеры и управляя ими по всему объекту разум, там не нужно будет к каждому пульту кондиционера в огромном торговом зале подходить, каждый настраивать отдельно, можно будет нажать одну кнопочку. Диспетчеризация – это, опять же, увязывание кондиционеров с остальными системами здания, пожаротушение, системы доступа, то есть можно настроить полностью расписание и так далее. Значит, эта функция, она по стандарту присутствует. То есть что значит по стандарту? Это значит, что нет необходимости дополнительного оборудования при интеграции, например, в диспетчеризацию. Нужен только шлюз для определенной системы диспетчеризации или центральный пульт, который можно напрямую подключить к внутреннему блоку. Для on-off моделей в кассетных блоках 48 и 60 моделей там необходим будет модуль адресации, и для накольно-потолочных, для всех моделей от 18 до 60 необходим модуль адресации, то есть это, ну, как бы опция получается. Вот, соответственно, это получается диспетчеризация, центральное управление и управление через интернет. На полупромышленных спидсистемах также присутствуют и более важны здесь контакты принудительного включения-отключения, то есть если у заказчика какой-то ограниченный бюджет либо какие-то, ну, требования дополнительные без необходимости, без желания тратить дополнительные деньги. Систему простейшего включения-выключения, контроля работоспособности, можно организовать с помощью контактов принудительного включения-отключения. Они присутствуют стандартно на всех кассетных и канальных блоках инверторных, также присутствуют на кассетных канальных блоках on-off. Кроме 18-й модели компактной кассеты, там эта опция. Уже рассказывал, да, как применять в гостиницах, соответственно, здесь та же самая история может быть, может применяться и в отношении полупромышленных спидсистем. Контакты вывода сигнала аварии также об этом рассказывал. И также для полупромышленных систем это может быть более выгодно, потому что больше систем, они более важны и более важно контролировать постоянную их работоспособность для того, чтобы в залах, в торговых, в кафе, в ресторанах был постоянно правильный микроклимат. По управлению индивидуальному, да, соответственно, ко всем спидсистемам полупромышленным в комплекте идет тот или иной пульт. Инфракрасный пульт идет для кассетных и напольно-потолочных и колонных блоков в комплекте уже сдержателей тоже. Для канальных блоков проводной пульт идет в комплекте. Соответственно, для всех остальных блоков проводной пульт является опцией. Точно так же для канальных блоков опцией является инфракрасный пульт. Подчеркну, что никакого дополнительного оборудования нет необходимости покупать, канальные блоки уже оснащены инфракрасным приемником, его необходимо просто будет вывести туда, где на него можно будет направить инфракрасный пульт, так что в качестве опции инфракрасный пульт для канальников тоже без дополнительного оборудования доступен. Увеличенный длинный трасс – это для удобства монтажа уже. Соответственно, инверторные модели у нас оснащены, как я уже говорил, за счет применения полного инвертора. Высокими длинными трасс от 25 метров на минимальной модели до 65 метров на моделях 36, 48, 60 кг БТУ. Это значительное увеличение длинной трассы по сравнению с ОНОВ моделями, у которых длинные трассы составляют от 15 до 50 метров. Соответственно, для покупателей это возможность охлаждения удаленных помещений, каких-то торговых, которые находятся внутри здания, удаленные от фасадов, от кровель и так далее. Для монтажника это, опять же, беспроблемный монтаж. То есть можно будет без проблем, без всяких ухищрений монтировать технику, не обращая внимания на то, что нужно обходить какие-то балки и так далее. Далее, по удобству монтажа еще. На кассетных блоках 24-й модели ОНОВ у нас применен очень тонкий корпус, там всего 205 миллиметров. То есть они умещаются буквально в самое ограниченное запотолочное пространство. Удовлетворяют, можно поставить их при любых требованиях. Не будет такой проблемы с опусканием потолка, не нужно занижать потолок, что может вызвать негативную реакцию покупателя. И простой быстрый монтаж, не нужно ничего придумывать, просто разместил, блок никуда не выпирает. Также на кассетных блоках полноразмерных абсолютно всех ОНОВ и инвертор, всех моделей от 24 до 60, организован быстрый доступ к помпе. Соответственно, снимается декоративная панель, и там есть пластиковая заглушечка, которая снимается. Под ней прозрачная пластиковая крышка. Эта крышка выкручивается обычным разводным ключом, за ней прямой доступ к помпе. Можно оценить состояние помпы, ее работоспособность, посмотреть, в общем-то, на загрязнение, если сломалось, не сломалось и так далее. Это очень сильно, очень быстро упрощает монтаж. Соответственно, здесь проблем с этим быть не должно. В целом, по полупромышленным спидсистемам, если говорить в целом, у нас есть аж 57 инструментов и аргументов для успешных продаж. В целом, что хочу сказать по поводу вот этого списка опций, которые вы могли увидеть для каждой серии в отдельности. Этот список опций – это не секрет. Он приведен в каталогах, он приведен в отдельных документах. Теперь он приведен и в книге менеджера, о чем я попозже расскажу. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, один раз, послушав вебинар, если вам понадобится какая-то информация по наличию той или иной опции в оборудовании, всегда можно обратиться в каталог. Всегда можно, например, если под рукой, либо каталог, либо книга менеджера, либо в целом документы. Все эти документы, они в открытом доступе, поэтому, да, вы можете к ним обращаться и без проблем их использовать. По поводу вопроса из чата. Значит, сплит системы большой мощности. До какой температуры наружного воздуха в режиме охлаждения с зимними комплектами могут работать? По-разному могут работать. В зависимости от типа примененного низкотемпературного комплекта, у нас минимальной температурой рабочей считается минус 25. Потому что те компании, которые предлагают доработку зимними комплектами до минус 30 или даже до минус 40, я не уверен, что они проводили нормальные тестирования. Наша компания проводила тестирование в специально оборудованной камере, получали снижение температуры до минус 25, проверяли, что кондиционер действительно может работать. При дальнейшем опускании температуры кондиционеры начинали отключаться по защитам. То есть, да, какие-то кондиционеры доходили до минус 30 и так далее, но стабильной работы компания гарантировать не может. Поэтому говорит о том, что оснащение кондиционерами до минус 25. Поэтому это работает вот так. Далее, по завершающей стадии вебинара, да, хочу провести небольшую презентацию книги менеджера. Буквально на днях была закончена очередная редакция книги менеджера по сплит-системам. Там теперь не только обычные сплит-системы, но и мульти-сплит-системы, и полупромышленные сплит-системы тоже присутствуют. Для них дано описание и описание аргументов, как с этим работать. Книга менеджера вообще, о чем она рассказывает? Там дано 50 важных аргументов с подробным описанием каждого аргумента. То есть эти описания даже более подробные, чем сейчас рассказываю я. Они приведены с различными историями, как их использовать. Они приведены с описанием, какие риски закрывают те или иные аргументы. То есть риски или возражения, да. В этой книге приведена краткая информация о принципе работы сплит-системы. Даны основные понятия. Дана краткая информация, как подобрать кондиционер в общем случае. То есть есть таблица, как подбирать кондиционер быстро, просто, для общих случаев. Как работать с возражениями покупателя. Какие риски или какие возражения бывают. Как с ними работать. Как закрывать их теми или иными аргументами, которые присутствуют в книге, которые присутствуют в оборудовании MDV. Соответственно, кому может быть полезна эта книга? Будет полезна новым сотрудникам для прокачки навыков и изучения аргументов. Это, конечно же, в первую очередь. То есть если нанимается персонал, первое, что ему можно показать, это вот эту книгу менеджера. После изучения книги менеджера персонал уже будет обладать достаточной информационной насыщенностью для того, чтобы какие-то аргументы использовать в своих продажах. Опытным сотрудникам для получения обновленной информации по аргументам, по описаниям этих аргументов, эта книга также пригодится. Поэтому использовать ее можно практически для всего спектра сотрудников, как новеньких, так и сотрудников с опытом. Рассказывал в аргументах о том, что бывают специальные акции, специальное преимущество для поставщиков техники MDV. В частности, это программа MDV Lead Camp. В этом году до декабря 2020 года осуществляется накопление баллов в зависимости от объемов продаж, соответственно. И я очень надеюсь, что в следующем году все ограничения коронавирусные будут сняты. И как и в этом году, в начале года, у нас будет большая и дружная поездка, очень насыщенная событиями, спортом и дружкой атмосферой в какую-то из стран. Пока, к сожалению, не знаю, в какую, может быть, секретная, может быть, готовится. Поэтому считаю необходимым в целом о программе рассказать. Программа работающая, действительно много людей возили, поэтому, пожалуйста, принимайте участие. По поводу информации, по поводу вопроса из сайта, где можно взять книгу менеджера. Книга менеджера в электронном виде уже выложена на сайте. Книга менеджера доступная, сразу могу сказать, по сплит-системам. То есть это настенные сплит-системы, полупромышленные сплит-системы, мульти-сплит-системы. Также доступна недавно обновленная, буквально полмесяца назад, огромная, очень насыщенная и очень красочная книга по VRF-систему V6. В дальнейшем, скорее всего, будет отдельный вебинар, который будет учитывать и эту книгу тоже. Также готовится книга менеджера по компрессорно-конденсаторным блокам, учитывая новинки MDV в этом году по этому сегменту. Поэтому, да, книги менеджера, мы планируем ими закрыть весь диапазон техники MDV, чтобы при наличии любого вопроса у продавцов или у персонала можно было эти книги менеджера взять в электронном виде или в печатном виде. Они тоже появятся в ближайшее время. Я надеюсь, когда мы все выйдем с карантина, они будут распечатаны. И по необходимости можно будет запросить у ваших менеджеров, чтобы эти печатные книги менеджера, которые, когда они появятся, вам, соответственно, предоставили. Вот. На этом информация по MDV по сегодняшнему вебинару у меня закончена. Мы управились практически точно за два часа. Вам спасибо огромное за ваше внимание, потому что информации было много. К сожалению, столкнулись с небольшими техническими неполадками. Но, слава богу, абсолютное большинство из вас дошло до конца. Спасибо вам большое. Надеюсь на скорые встречи. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте вашим менеджерам или в целом на общий адрес АЯК. Будем отвечать на вопросы, помогать, рассказывать, что и как. Всем большое спасибо еще раз. Все. До свидания. Продолжение следует...